Как и прогнозировал, биткоин упал. А Герри Генслер сказал Сези, покончите с ним. Добрый день, добрый вечер и доброе утро, где бы вы ни были и когда бы вы это не смотрели. Спасибо, что смотрите мои видео. Меня зовут Довинчи Джерми, и надеюсь, у вас все в порядке. Так же, как у меня здесь в Дубае. Проживаю здесь лучшие дни своей жизни. Мне даже поверить сложно, что я действительно здесь живу в Дубае. Никогда это не прогнозировал. Несколько лет назад я думал, что я 100% останусь в Чили. Потому что мне, в общем-то, нравилась моя жизнь в Чили. Там хорошо, виноградни, люди, окружение, погода тоже. Все было хорошо, но в итоге я здесь в Дубае. И я счастлив. Так что, где бы вы ни оказались, наслаждайтесь своей жизнью. Ну да ладно, что ж, сегодня у нас будет довольно интересное шоу. Как и говорили, биткоины и эфириум упали. Я покажу вам графики, покажу вам, как на всем этом торговать. А если вы хотите торговать, но вы устали от KYC, а вы просто хотите торговать. Но правительство говорит нет Бинансу, нет Байбет, говорит нет всем биржам, которые я рекомендовал вам ранее. Что ж, у меня для вас есть новая рекомендация. Это биржа туби.ком. Можете заценить ее, перейдя на сайт tu.davincijfifteen.com. Переходите на эту страницу, и вы окажетесь вот здесь. Это моя специальная ссылка, по которой вы, конечно, не получите огромное количество денег, но есть одна ключевая вещь, которую вы получите. Вы сможете пригласить своего друга, и вы будете зарабатывать 60% от их комиссий. Это действительно много. Многие биржи, которые приходят ко мне, предлагают только 40%. Для начала, иногда 50%. Говорят, что это все, что они могут мне дать. 50%! Эти же ребята, только по моей специальной ссылке, дадут вам 60%. Так что, переходите прямо сейчас на tu.davincijfifteen.com. Ссылка внизу в описании. Также можете перейти на bybit.davincijfifteen.com, или на fimex.davincijfifteen.com, ну или на binance.davincijfifteen.com. Все ссылки внизу в описании. Также, если вы хотите пообщаться со мной, поговорить 20 минут, можете перейти по ссылке внизу в описании. Там будет ссылка на вот этот календарь. Или вы можете приобрести Дэвитар, за счет которого сможете мне позвонить. К тому же, каждые 3 месяца я обновляю эти Дэвитары. Так что, можете постоянно мне звонить. Разговаривать со мной за счет этого Дэвитар. Можете использовать это как захотите. Можете просто поздороваться со мной. Люди и так делают. Так что, да, если хотите поболтать со мной 20 минут, можете сделать это двумя способами. Либо приобрести напрямую, либо купить Дэвитар. С функцией звонка. И вы сможете звонить мне каждые 3 месяца. Окей. Давайте начнем с новостей. СССР подает в суд на Байнанс и генерального директора Чэн Пэна Джао за неправильное обращение с миллиардами долларов. Вот такие вот дела. Окей. Давайте почитаем дальше, посмотрим, что тут пишут вообще. Давайте немного приблизим, чтобы всем было видно. Посмотрим, что они тут говорят. Насколько все плохо? И что же такое происходит? Правда ли это? Неужели Байнанс зло? Крадут ваши деньги? Прямо как FTX? Окей, давайте узнаем. На Байнанс, крупнейшую в мире криптовалютную биржу и ее исполнительного директора, подал в суд главный финансовый надзорный орган США, который обвинил их в том, что они заработали миллиарды долларов, подвергая активы инвесторов значительному риску. Хмм, интересно, как это так? В судебном иске комиссия по ценным бумагам и биржам ССИ обвинила Байнанс в смешивании миллиардов долларов со средствами клиентов и тайной отправке их в отдельную компанию, контролируемую ее основным и главным исполнительным директором Чен Пэн Джоу. Вот так вот. Окей. Вы понимаете, что деньги взаимозаменяемы, правильно ведь? Если вы говорите людям, «Эй, приходи ко мне и делай депозит», и после этого сможешь торговать с помощью этих денег, а я буду держать их за тебя. А затем берешь деньги от других людей и говоришь, «Вот, ребята, приходите и делайте депозит сюда, а я буду торговать за вас в виде отдельной компании». Все эти деньги, которые ты собрал, складываешь в одну кучу и перемешиваешь их, потому что все они взаимозаменяемы. А затем ты выводишь эти деньги, которыми собираешься торговать, и вкладываешь в какую-то другую компанию. И, по сути, об этом здесь и сказано. Они не уточняли, что они брали деньги пользователей у людей, которые были заинтересованы в торговле и хотели при этом иметь соотношение один к одному. Хотели знать, что у них точно есть деньги. Хотели знать, что они точно держат эти деньги, которые они туда внесли. Такого они никогда не упоминали. Это вполне себе удобно, проигнорировано в этом заявлении. Потому что это SSE, и вы знаете, как они работают. Если они нарушат закон хотя бы один раз, хотя бы один раз с одним американцем, тогда на этом все. Тогда вам конец. Они к вам придут, и, знаете, как в Мортал Комбате. В общем, если отсылку не поняли, они просто придут к вам и постараются с вами покончить. И вам придется судиться с ними годами. Прямо как XRP. Так что это не так уж и важно, вся эта ситуация. Просто какое-то время они будут судиться. Мы утверждаем, что CZ и компания Binance не только знали правила, но и сознательно решили их обойти и подвергли риску своих клиентов и инвесторов. Сказал Гурбер Гревол, директор отдела правоприменения SSE. Это просто бряться не оружием. Это SSE. Им просто нравится судиться с людьми. Судиться с компаниями. Они просто, по сути, вымогатели. Просто регуляторы-вымогатели. Все, что им нужно, это подоставать людей. Они вообще никак не заботятся об инвесторах. Все, точка. Вообще никак. Это все одно большое мошенничество. К сожалению. Знаете, если вы открываете компанию и пытаетесь следовать правилам SSE, я в вас не проинвестирую. Я думаю, что вы должны просто выстраивать что-то, что-то создавать, и при этом не спрашивать разрешения, и затем, уже позже, просто просить прощения. На этом все. Вот так нужно работать. Напоминаю, что я отправляюсь в круиз. Ссылка на него будет внизу в описании. Также приобретайте себе трежер, для того, чтобы хранить вашу криптовалюту. Ну и, конечно, Medieval Empires на Baybit. Можете заработать немного токенов. Сможете получить немного токенов MII. Окей, давайте перейдем на графики, посмотрим на трейды. Тут у нас был довольно неплохой трейд. Довольно неплохой биткоин-трейд. Если ждали и в итоге не смогли залететь, это, конечно, печально. Я, например, тоже пытался залететь в этот трейд вчера, и в итоге, буду честен, я его просто пропустил. Я смотрел на это все и думал, ну, кажется, назад мы не вернемся. И затем, бум. Появился огромный дамп. Давайте немного приблизим. Как вы видите, здесь не было никакого шанса зайти здесь наверху. Цена просто не дала нам такой возможности. Давайте посмотрим. Вот так мне больше нравится. Я смотрел вот на эту свечу и пытался зайти. Но в конечном итоге нормального входа я так и не дождался. Я знал, что биткоин упадет, именно поэтому я и хотел зайти. Ну что ж, на эфириуме можно было неплохо зайти. Я говорил вам, ребята, что нужно заходить вот здесь. И был прав в итоге. Мы упали на эфириуме. Еще не дошли до цели, но я не был уверен насчет этой цели, поскольку она была вне диапазона. На эфириуме было очень много поддержки на уровне в 1780 долларов. Это была в целом очень сильная поддержка. Мы от нее отскочили, но в целом я думаю, что эфириум еще пробьется через это. И мы пойдем еще ниже. Это будет не так уж и просто, учитывая, что альты сейчас доминируют. Так что можно ожидать, что эфириум удержится, в то время как биткоин будет падать. И это будет означать, что доминация упадет. Давайте посмотрим также на лайткоин. Казалось, что он здесь готовится взлететь, и перед этим он немного откатился. Появилась возможность для покупки. И в случае, если мы пробьемся на лайткоине, мы улетим до уровня в 128-130 долларов за один лайткоин. Так что да, можно попытаться сторговать. Также переходите на okx.davincij15.com, на baby.davincij15.com или на tu.davincij15.com. Сможете зарегистрироваться и торговать на этих платформах. А на этой новой бирже, на бирже 2, вы сможете заработать дополнительные деньги. Но ключевая вещь в том, что на этой бирже нет KYC. Вам не нужно предоставлять им какую-либо информацию. Все, что вам нужно, это просто сделать депозит, сколько захотите. Хотя, в общем-то, до 50 биткоинов. Потому что вывезти можно только 50 биткоинов. И все это при нулевом KYC. Что, конечно же, просто идеально. Для людей, которые живут, например, в Канаде, или США, или, не знаю, России, где правительство давит на людей. Говорят, что они могут покупать, а что нет. Так что да, возможно, вам стоит перейти на эти биржи. И также еще в Германии, точно. У вас тоже проблемы с правительством. Ну что ж, всем спасибо за просмотр. Спасибо, что были со мной. Надеюсь, вы чему-нибудь научились. Надеюсь, за счет этого вы получите преимущество над другими людьми. Что ж, ребята, увидимся завтра. Не забывайте, что из завтрашнего дня меня не будет аж целую неделю. Так что не теряйтесь.